Молдове также представители разных политических сил объявили мобилизацию. Через две недели по улицам Кишинева маршем собираются пройтись унионисты. Их главный лозунг присоединение республики к Румынии. С этим согласиться могут далеко не все. Молдовская оппозиция, например, требует не допустить проведения шествия. Кстати, унионисты на марш выходят не впервые. Вот, например, кадры акции в городе Бельце. Это начало августа. Около ста сторонников руманизации Молдовы встретили сопротивление антиунионистов. Остужать пыл тех и других пришлось полицейским в шлемах и бронежилетах. К чему приводят эти марши? Они раскалывают общество. Общество не может сконцентрироваться на задачах созидания, на решении экономических, социальных проблем. Общество идет друг другу бить морду. И, конечно, в этой мутной воде кому-то очень выгодно ловить рыбу. Итак, ближе к Европе наш корреспондент Ирина Пивоварова отправилась на границу с Румынией в город Унгены и обнаружила, что европейская там вполне уживается с советским. По дороге из Кишинева в Унгены всех встречает пограничный щит с надписью на румынском и на русском. Самый западный город Молдовы – Унгены. До начала 80-х был закрытым населенным пунктом. В советские годы Унгены были своего рода воротами СССР на Балканы. И маленький городок находился под особым режимом. Паспортный контроль начинался уже здесь, на этой трассе. А доказательство тому – вот это вот полуразрушенная пограничная вышка. На ней стояли люди в форме. Строго спрашивали с проезжающих, с какой целью следуете в Унгены. Ворота в Европу открываются через этот железнодорожный переход. Только здесь и нигде больше в Молдове встречаются европейская узкоколейная дорога и широкая колея советского типа. Именно здесь меняют колеса поездам. Правда, днем здесь пусто. Колеса меняют, как правило, рано утром или же вечером. Поезда в Европу теперь ходят намного реже, чем раньше. Здание вокзала, кстати, в стиле сталинского классицизма, почти пустует. А старший смотритель с ностальгией вспоминает о том, как здесь когда-то кипела работа. Когда-то Унгена перестановка здесь была самая... вот и до. Передовая такая, да? То есть насыщенная. Здесь проходили по 50 вагонов, только пассажирские. У нас была эта часть, Болгария, Греция. Теперь это страны Евросоюза. А европейская мечта от жителей Унген совсем близко. Всего лишь через узкую и неглубокую реку Крут. Вообще-то критический уровень для города. Вот он, критический уровень. Это критическое. Оно было за 7 метров. Природный рубеж Евросоюза, река Крут, нуждается в срочной реанимации. Уровень воды из года в год становится все ниже. Мы задумывали хорошие проекты вместе с румынской стороной. О том, чтобы реку Крут, во-первых, очистить и сделать ее хотя бы чуть-чуть навигационной. Но пришли новые районные власти. А старый проект все еще не начался. Так что у Румынии с Молдовой еще много невыполненной работы. Своим соседством с Западом жители Унген гордятся. И гордость им добавляет вот этот вот мост. Во второй половине 19 века специально для Бессарабии его сконструировал знаменитый французский архитектор Эйфель. Тот самый Эйфель, который создал символ Парижа – Эйфелеву башню. А в Унгенах есть Эйфелев мост. В 1876-м Эйфеля наняла железная дорога Бессарабии. Все годы металлическая конструкция служит верно. Мост ни разу не ремонтировали. Знаменитый на весь мир француз использовал метод горячей клепки. После остывания клепки намертво удерживают стальные конструкции. Близость к границе позволяет городской экономике не впадать в депрессию. Десять лет назад в Унгенах открыли свободную экономическую зону. Зарегистрированные в ней предприятия освобождены практически от всех налогов. Вот такая рубашка, такая композиция. Белый, с черным, с синим. Ткани итальянские, руки молдавские. Покупатель, кстати, российский. Допустим, центр России выбирает одни цвета. Для молодежи, для стариков. Директор итальянско-румыно-молдавского предприятия демонстрирует новинки сезона 2013. Заказов много, работать с западом выгодно. Если эта ткань произведена в Италии, или Испании, или в Германии, или в той стране, где является членом Евросоюза, значит, эта ткань не будет облагаться ни акцизом, ни НДС. А если этот материал будет произведен в Китае, или в Корее, или в Сингапуре, значит, эти страны не входят в Евросоюз. И он облагается, как я сказал, облагается пошлиной НДС. То есть плюс 20%. Это не 20%, это может подняться до 40%. Торгуют с Европой не только серьезные бизнесмены. Жители пограничной зоны могут без виз пересекать границу с Румынией на расстояние 50 километров вглубь страны. Вот и ездят в румынский город Яссы. Кто за мелким товаром на продажу, кто просто за покупками для себя. Покупают вещи, продукты. Там есть кое-какие продукты, там что дешевле. Есть кое-какие продукты, которые дешевле, конечно, здесь. И они как бы возят отсюда туда. Да и румыны нередко делают покупки на онгенских рынках. Оттого и цены на продукты в этом городе ближе, как нигде в Молдове к европейским. И даже иногда чуть выше, чем в столице Кишиневе. Если бараны 20 лет, в Кишиневе 18-17 были. Но сейчас уже тут 20, там тут меньше. Цены как в столице не только на продукты питания. Купить квартиру в онгенах стоит почти столько же, как и в Кишиневе. Местные жители говорят, недвижимость подорожала после того, как граница с Румынией открылась. Покупкой недвижимости в онгенах интересуются и румыны. Европейцы не прочь купить советские хрущевки, которых здесь немало. Кстати, не только торговля объединяет онгены с Европой. По всему городу расставлены абстрактные скульптуры. Это работы участников ежегодного международного фестиваля, который собирает мастеров из Молдовы и Европы. Они дарят свои шедевры городу, а онгены стали своеобразной столицей малых скульптурных форм. Эти фигуры украшают центральную улицу города Унген. Кстати, она европейская рекордсменка. Местные жители утверждают, здесь находится самая длинная каштановая аллея в Европе. Ее длина – 3 километра. Ирина Пивоварова, Александр Борейко. Вместе из Молдовы.